МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 ноября, 19.00, в прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». До 40% заразившихся коронавирусом переносят болезнь бессимптомно, при этом представляют серьезную угрозу для других людей. Мне не безразлично здоровье окружающих, поэтому в общественных местах я ношу маску и снимаю ее только на время выпуска, когда рядом со мной никого нет. В студии Ирина Степанова. Здравствуйте. Сегодня обсудим туристическую жизнь Петербурга в условиях пандемии. Но в начале – сводка дня. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 218 человек. Выявлено 3691 новый случай заболевания. Скончались от ковид 20 человек. Вылечилось за последние сутки 1830 петербуржцев. Всего с начала пандемии в городе официально зафиксировано 125 907 случаев заболевания коронавирусом. Ну а теперь к главной теме выпуска. Несмотря на пандемию, наш город не только продолжает принимать гостей, но и принимать заслуженные награды. Петербург получил премию World Travel Awards 2020 в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Губернатор Александр Беглов на своей странице ВКонтакте отметил, что город награжден заслуженно. Далее цитата. Санкт-Петербург шестой раз подряд был признан победителем самой престижной международной премии в сфере туризма World Travel Awards. Наш город стал лучшим в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление», обойдя серьезных соперников в лице таких городов, как Париж, Лондон, Рим и Нью-Йорк. Пандемия нанесла туризму колоссальный ущерб. Мы ведем целенаправленную работу по восстановлению отрасли сразу по нескольким направлениям. Первыми в России присоединились к международной программе по безопасному туризму Safe Travels, запустили масштабную городскую программу «Петербургское гостеприимство», разрабатываем новые городские и межрегиональные туристские маршруты, участвуем в федеральной программе туристического кэшбэка от Ростуризма. Делаем все возможное, чтобы после отмены ограничений туристический поток восстановился в полной мере, а в перспективе превысил прежние показатели. Конец цитаты. Ну вот как живет туристическая отрасль в период пандемии? Кто сегодня приезжает в Петербург? И какие новые точки притяжения для туристов появились в городе в последнее время? Эти и другие вопросы адресую нашим экспертам. На связи со студией сегодня председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Сергей Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. И руководитель комиссии по выездному туризму Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии, руководитель компании туроператора Мария Ушакова. Мария Александровна, также рада вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, связь с экспертами установлена. Уважаемые зрители, ваши вопросы ждем по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканал Санкт-Петербург ВКонтакте. Все координаты на экранах. И, Сергей Евгеньевич, вам первый и резонный, в общем-то, вопрос. Премию Петербург, как уже было сказано, получает в шестой раз, а сразу возникает вопрос. Хорошо, ну вот в пятый, в шестой раз. А что она дает городу, особенно сейчас, когда туризм стоит, ну, по сути, перед вопросом, быть или не быть? Ну, вы знаете, действительно, во-первых, эта премия уже для Санкт-Петербурга отчасти традиционная, но в этом нетрадиционном для туризма году эта премия была особенно важна для нас. И я считаю, что очень правильно, что организаторы премии, а весь мир, действительно, туризм всего мира оказался вот перед таким глобальным блокдауном. Несмотря на это, организаторы провели эту премию в этом году, и они угадали. И угадали в том смысле, что, как говорят организаторы, беспрецедентным было голосование людей, голосование туристов во всех номинациях. То есть это говорит о следующем. Люди во всем мире, несмотря на ограничения, несмотря на пандемию, а может быть даже и в какой-то степени с учетом пандемии, думают о том, куда же все-таки и как им поехать сегодня, завтра, или в тот момент, когда пандемия будет ослабевать. То есть мы подтвердили свое место, причем это номинация всемирная, лидирующая культурное направление. Мы лишний раз, а лишней в такой ситуации не бывает, обратили внимание на наши туристские возможности Санкт-Петербурга. И, как мне кажется, получили заслуженную обратную связь и от профессионалов туризма со всего мира, и от обычных туристов, обычных людей, которым мы напомнили, что Санкт-Петербург развивается, что Санкт-Петербург гостеприимный, что Санкт-Петербург очень разнообразный туристский центр международного уровня. И вот эта обратная связь с туристами, с мировым туризмом, наверное, это самое главное, что сейчас нужно для нас не терять интерес, говорить о наших возможностях, о наших планах, о наших новых туристских идеях, предложениях. Это тоже очень важно. Сергей Евгеньевич, и сразу возникает вопрос, а вот что такого у нас есть в Петербурге, безусловно, культурной столице России, но насколько мы здесь можем претендовать, так скажем, ни много ни мало на статус культурной столицы мира? Что у нас есть такого, чего нет в том же Париже, к примеру, или в Венеции? Почему именно Петербург, на ваш взгляд? Мы-то жители города знаем, насколько наш город уникален. Очень важно, что об этом знает и российское, и международное сообщество. Во-первых, конечно, наше культурное достояние, наследие, это международный уровень, самый-самый высокий. Наши музеи, наши театры, это всемирно известные туристские магниты, с точки зрения туризма. Но кроме этого, у нас идет очень активная культурная жизнь, идет очень активный событийный ряд. Мы не останавливаемся, мы придумываем какие-то новые проекты. У нас происходит много событий, небольших арт-фестивалей, или выставок художников, или экспозиции, или новых креативных идей, до доштатно-масштабных мероприятий. Все это создает вот такую палитру Санкт-Петербурга. Музей под открытым небом, да. Но музей, как площадка, где происходят тысячи событий, рождаются новые идеи, рождаются новые тренды, в том числе и в туризме. И мы об этом рассказываем России, рассказываем миру, рассказываем нашим потенциальным гостям. И вот это вот сочетание классики и современности, сочетание исторического образа города, который был и столицей Российской империи, и который сыграл большую роль в мировой культуре все последние годы, но который при этом живет и сегодняшним, и завтрашним днем, где появляются новые художники, появляется новый арт-проект. Все вот это вместе создает такую абсолютно неповторимую атмосферу Санкт-Петербурга, которую знают в России, узнают все больше в мире, ценят, и становятся такими, знаете, почитателями, любителями вот этого высокого Санкт-Петербурга. Ну и судя по, как вы сказали, беспрецедентному голосованию... Это высокий культурный такой уровень. Судя по тому, что вы сказали, голосование было беспрецедентным, еще и мечтают те, кто не был здесь, в Петербурге, оказаться, побывать тогда, когда наконец появится такая возможность. Итак, ключевое, наверное, из того, что, Сергей Евгеньевич, вы озвучили, залог как раз успеха в получении Петербургом этой престижной премии World Travel Awards, именно в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление», то, что во время пандемии культурная жизнь нашего города не остановилась, не замерла. Она приняла новые масштабы, новые формы, но, тем не менее, она продолжала существовать. Ну, вот сейчас от лирики все-таки хочется перейти к, может быть, грустной, но реальности. Как город пережил этот туристический сезон? С какими, если не потерями, то, так скажем, недобором по количеству туристов закрываем этот непростой год? Все-таки завтра уже 1 декабря, я думаю, можно подводить какие-то промежуточные итоги. Ну, вы знаете, конечно, вот мы с вами общались, по-моему, в середине лета, когда должен был бы быть самый высокий туристический сезон, сезон «Белых ночей». И, к сожалению, в этом году, как и во всем мире, в Санкт-Петербурге он не состоялся, как вот такой глобальный туристский взлет. И действительно, туристская индустрия всего мира столкнулась с невиданным испытанием. Такого в туризме не было никогда за всю его историю. И больше всего пострадали наиболее популярные туристские направления и наиболее известные туристские центры. Потому что чем выше планка, тем, как говорится, больнее падать, и тем тяжелее сохранить эту планку в реалиях пандемических ограничений. Поэтому мы тогда говорили с вами, что, вероятно, 70% туристского оборота мы можем в этом году потерять. И, к сожалению, эти прогнозы подтверждаются с учетом второй волны пандемии. Потому что, конечно, границы во всем мире закрыты. Мы половину туристов, по деньгам еще больше иностранных, в этом году практически не увидели, за исключением начала года. Деловые мероприятия, которые играют большую роль в загрузке гостиниц и вообще в жизни туристского Санкт-Петербурга. К сожалению, от Петербургского экономического форума до Петербургского культурного форума и много-много других мероприятий в этом году были перенесены, не состоялись, и мы не получили самых выгодных деловых туристов, участников конгрессов, конференций, форумов и так далее, и тому подобное. В этом году практически серьезно ограничен по понятным причинам был и продолжает и детский туризм, и туризм культурно-познавательный, который основа Санкт-Петербурга и туристского Санкт-Петербурга в этом году работает с очень серьезными ограничениями, потому что вы знаете, ограничения в музеях прежде всего, в учреждениях культуры тоже сохранялись и сохраняются. И, конечно, пандемия внесла глобальные изменения, как в мировой туризм, это очень чувствительно для туристского Санкт-Петербурга. А я напомню, что это в прошлом году было 10,5 миллионов гостей в нашем городе, и это было 12% экспорта Санкт-Петербурга и 4,4% ВРП города, по нашим оценкам. Да, конечно, вот до такой планки, с учетом того, что пандемия началась в самом-самом начале, на подходе высокого туристского сезона, и, к сожалению, с нами продолжается до сих пор, мы, вот эти прогнозы, которые мы в июне делали, мы видим, что... К сожалению, они сбываются. Я правильно понимаю, что... Вы сказали, да, в прошлом году у нас более 10 миллионов туристов побывало, в этом году мы можем недобрать порядка 70% от турпотока прошлого года, то есть в этом году у нас планка где-то 3,5-4 миллиона гостей. Я правильно понимаю? Ну, судя по всему, да, и с учетом того, что у нас получился... Получился некоторый спад пандемии, и те программы, которые мы реализовывали, позволили нам немножко восстановиться в августе. Но это нельзя даже назвать восстановлением, потому что, опять же, международные границы были закрыты, крупные деловые мероприятия, да и небольшие были перенесены. Поэтому, в общем, прогноз пока наш, к сожалению, сбывается. Такая ситуация во всем мире. И, на самом деле, здесь Петербург все-таки оказался объективно не в самой худшей ситуации. Обязательно отдельно как раз остановимся на тех мерах, которые были предприняты, чтобы именно удержать туризм, если не на плаву, то, по крайней мере, не дать ему утонуть. Но прежде хочу Мария Александровна тоже подключить к беседе. Мария Александровна, а ваша оценка, смогла ли петербургская туриндустрия, откровенно все-таки ориентированная именно на прием иностранных туристов, о чем только что вот как раз Сергей Евгеньевич говорил, оперативно адаптироваться к новым условиям, в том числе сориентироваться не только в том, что предлагать, но и за сколько. Ведь все-таки покупательская способность соотечественников, ну, согласитесь, очевидно, ниже, чем у тех же европейцев. Готовы ли оказались, ну, к примеру, отельеры, если не снизить цену, то хотя бы не поднимать их в этих непростых условиях? Ну, конечно, отрасль Петербурга туристическая внесла колоссальные потери, да, мы напоминаем, скоро будет, наверное, дата, когда были закрыты границы с Китаем, да, это конец января, в марте фактически все движение остановилось, поэтому, конечно, въездные туристы и иностранные граждане остались за пределами нашего города. С точки зрения российского туристического организованного путешественника, с к сожалению, получили возможность начать работать только 1 августа, поэтому сезон был очень, да, очень маленький. С точки зрения ценообразования, конечно, отельеры, если вы с ними поговорите, в августе предлагали цены на отели существенно ниже обычных августских цен. Перевозка в этом году тоже из всех регионов, поскольку перевозчики, фактически все самолеты у них были направлены по внутрироссийским направлениям, конкуренция у них была большая, поэтому, конечно, цены на перелеты были очень низкие, и это позволило привлечь туристов из клиентов из различных регионов Российской Федерации к нам в Санкт-Петербург, да, в тот период узкий, когда это было возможно. Как мы говорили во время первого, да, вот акции кэшбэгов, фактически тоже многих людей, которые сомневались, куда поехать, и те люди, которые приняли решение не ехать на море, приехали в Санкт-Петербург, потому что, конечно, и я понимаю наших граждан, люди хотели лето провести, в первую очередь, на море погреться, да, получить солнечную заряду. Поэтому, конечно, туристическая отрасль не смогла восстановиться, и, к сожалению, потери по въездному туризму, да, вот Центробанк озвучил, порядка 90% по России, да, и в Санкт-Петербурге, я думаю, 100% эти цифры соотносятся. Внутрироссийские туристы, да, поехали, но это, конечно, не те объемы. Безусловно, мы все были с вами лишены туристических групповых поездок, да, все-таки туристический поток, организованный в Санкт-Петербург, приезжал благодаря туроператорам, которые формировали интересные продукты, привозили групповые, да, группы, и школьные, и школьные группы, и просто экскурсионные, к сожалению, из-за ограничения по проведению, по размеру группы в музеях, и по тому, скажем, позднему моменту старта, и в этой сегменте были большие потери. Мария Александровна, а кто сегодня помимо москвичей едет в наш город? Ну, понятно, в Москве сейчас закрыты те же музеи, и жители столицы любят на те же выходные, к примеру, или там на праздники отправиться в соседний Петербург. А кто помимо них, и какое среднее время пребывания в нашем городе? Вот эти стандартные один, два, максимум три дня, или, может, все-таки чуть больше сейчас что-то поменялось, как раз в том числе из-за пандемии? И средняя сумма, которую готов турист сейчас оставить в бюджете нашего города? Ну, смотрите, здесь фактически вот то, что мы наблюдаем, да, то есть средняя продолжительность, она из других регионов, конечно, не две ночи, не выходные, да, это четыре дня, четыре ночи примерно в этом порядке. Если люди летят из дальних регионов, то это и неделя. Благодаря тому, что гостиницы очень резко снизили цены, да, и составляющая по проживанию, она небольшая в турах, и за счет того, что все-таки перевозчики тоже дают низкие тарифы, то полетели к нам, да, у нас есть и заказы из Владивостока, из дальних регионов. То есть, конечно, те граждане, в которых было в планах поехать, да, в Санкт-Петербург, в мечтах, в этом году смогли ее реализовать за счет того, что ценовое предложение, оно было существенно ниже, чем в так называемое мирное время, в обычные времена. Поэтому за счет этого, конечно, город жил. Москвичи, конечно, это, наверное, самый ближайший к нам регион, и они поехали еще и до официального открытия туристического сезона в Санкт-Петербурге. Тут, собственно говоря, бронировались и отели, и на поездах, и они у нас действительно самые востребованные. Санкт-Петербург для них самое востребованное направление, да, если можно так сказать. Поэтому средняя продолжительность, наверное, в Петербурге, я бы сказала, наверное, сейчас в районе все-таки четырех ночей примерно. Четыре ночи примерно, да. Ну и вот важный момент, который вы, Мария Александровна, озвучили, что на самом деле этот год, несмотря на все минусы, на все проблемы, зато позволил, возможно, как раз для жителям других регионов открыть для себя Петербург, позволить себе эту поездку именно летом, увидеть всю красоту нашего города, фонтаны и прочие достопримечательности. Ну вот как раз заговорили... Ну и погода благоволила в этом году, да. Ну вот в продолжение как раз... Очень долгому сезону, да. Разговора о перелетах и об авиасообщении. Мне подсказывают, что есть звонок от наших телезрителей. Напомню, ждем ваши вопросы по телефону прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Да, добрый день. Представьте себе ваш вопрос. Во время туристических и интенсивных перелетов мы в Ульянке наблюдаем количество самолетов и удивляемся, что такой огромный город имеет всего-навсего одного аэродрома. Один аэропорт. Он монополист. И у него наверняка очень высокие цены обслуживания прилетающих самолетов. Нам, видимо, нужен второй аэропорт, который бы подложил снижению цен на авиаперелеты. Резонно. Спасибо за предложение, за вопрос. Особенно вот опять же в это непростое время вполне возможно, что как раз, да, снижение цены может сыграть положительную роль в привлечении туристов в наш город. Сергей Евгеньевич, готовы прокомментировать? Может быть, есть какие-то как раз планы, тем более, что неоднозначно звучали, к примеру, планы по расширению территории Пулково? А может быть, все-таки еще и альтернативой, на самом деле, аэропорт для лоукостеров? Ну, я бы добавил, наверное, связал это с тем, о чем говорила Мария, да, действительно, в этом году мы были центром не международного, а внутреннего туризма, и все-таки что-то мы смогли отыграть, да, потому что, действительно, вот въездной туристский поток в России, в Санкт-Петербурге упал на 90%, да, мы успели чуть-чуть поработать на международном туристском рынке только в самом-самом начале года, да. Но если у нас в общей батаре 70% по количеству туристов, значит, 20% примерно, да, мы смогли отыграть на внутреннем туристском рынке. Мы, я имею в виду, мы все вместе, туристский Санкт-Петербург, предприятия, туристская индустрия, гостиницы и так далее. За счет чего, да, за счет, действительно, хорошей совместной информационной компании, да, за счет той программы кэшбэка, в том числе, о которой очень молодцы, Ростуризм не просто запустил, но и включил нас в Санкт-Петербург, мы обращались к ним с такой спросьбой с самого начала, то есть с августа, когда вот у нас появилось такое небольшое окно возможностей. И говоря о географии тех людей, которые приезжали, гостей в Санкт-Петербург, мы как раз и говорим о транспортной доступности. Да, москвичи, жители Московской области, но очень активно к нам прилетали, приезжали жители южных регионов России, да, вот многие поехали на Черное море, а Краснодар, жители Краснодара, Ростова, очень активно в этом году приезжали летом в Санкт-Петербург и приезжают сейчас. Очень хорошее у нас такое взаимодействие было с городами Сибири, которые, в общем, традиционно Санкт-Петербург любят, но, может быть, не всегда знают те туристские предложения нашего города, Но вот как раз в этом ключе, может быть, для жителей именно российских регионов и имеет смысл создать второй аэропорт, где были бы более бюджетные варианты поездок, перелетов именно на лоукостерах? В глобальном смысле может быть, но, во-первых, нам надо для начала восстановить те пассажиропотоки и туристские потоки, которые мы потеряли, это будет задача не очень простая. Во-вторых, за последние несколько лет транспортная доступность Санкт-Петербурга очень серьезно выросла. И я ведь не зря вот эту географию регионов перечислил, потому что это разные авиакомпании, которые конкурировали между собой, которые давали очень интересные ценовые предложения, продолжая делать это сейчас. Но помимо этого, это очень хорошая железнодорожная доступность, в том числе и Сапсаны, и которые связывают Петербург с Москвой, которые транспортным хабом являются объективно. Это и дорога М-11, которая просто в этом году вовремя настолько включилась в транспортное сообщение, что трудно было представить, насколько сейчас удобно из регионов России через Москву, из Москвы на личном транспорте приезжать в Санкт-Петербург. В общем, сейчас объективной необходимости пока, по крайней мере, вот в создании второй площадки, второго аэропорта нет. Но будем надеяться, что все-таки, на самом деле, пандемия рано или поздно закончится. Мы вновь столкнемся с большим потоком пассажиров в Пулково. И, соответственно, будет идти речь не только о возможном его расширении, но и о создании какой-то альтернативной площадки. Но вот в продолжение разговора о том, какую поддержку, в свою очередь, Троторсель получила в период пандемии, наш следующий материал. Вопрос сохранения здоровья во время путешествия в этом году приобрел особое значение. Санкт-Петербург стал первым городом в России, который согласовал свои стандарты безопасности в новой эпидемической обстановке с международными протоколами и вошел в общую международную программу Safe Travels, что помогло рассказать о том, как обеспечиваются требования безопасности. Программа предельно прозрачна и доступно информирует, как минимизировать свои риски, если собрались в туристическую поездку. Еще одна программа, которая помогла Петербургу сохранить приток туристов – кэшбэк. Это когда путешественники могут вернуть часть потраченных средств от выкупленного тура. По данным туроператоров, только в августе этой возможностью воспользовались порядка 70 тысяч человек, и Петербург оказался в лидерах по количеству купленных путевок. Из-за большой популярности государство продлило акцию до 10 января 2021 года. Мария Александровна, согласна с тем, что программа того же кэшбэка сыграла важную роль в поддержке внутреннего туризма? То, что Петербург первым получил международные стандарты Safe Travels, сыграло ли это какую-то роль или так осталось только красивым лозунгом, девизом? Если нет не только лозунг, то как все это помогло конкретно петербургской туриндустрии? Может быть, на самом деле, если сравнивать, что было в июле и в августе, в сентябре, когда начал действовать кэшбэк, есть какие-то конкретные такие цифры? Смотрите, тут надо две эти реальности разделить, потому что мы сейчас с вами работаем и с российскими клиентами, работаем на внутренний рынок и продолжаем при этом работать активно на привлечение иностранных граждан. Вот саму программу Safe Travel я больше воспринимаю, больше как маркетинговую программу, которая нацелена на привлечение, которая должна сыграть в тот момент, когда откроются границы. Потому что, конечно, больше всего обращают внимание на фактор безопасности при выборе направления. Это иностранные граждане, если сравнивать реакцию наших граждан и иностранных гостей. Поэтому проект Safe Travel – это, прежде всего, важная такая маркетинговая история для привлечения иностранных клиентов. И 100% это будет большой эффект именно, когда откроются границы. Ну и сейчас, когда мы уже начинаем получать запросы от иностранцев на следующий год, то, конечно, наличие логотипа и причастность к этой программе, предполагаю, что будет являться и является таким вот важным фактором при выборе партнера. С точки зрения кэшбэка, конечно, первая волна была очень удачная, очень успешная. Что касается второй программы, она должна была быть существенно более популярной, интересной, если бы не вторая волна пандемии. Потому что, конечно, сейчас, что мы наблюдаем, бронирования идут в последний момент. То есть бронируется, вот если мы берем, рассматриваем низкий сезон с вылетом через 2-3 дня. Что касается новогодних заездов, к сожалению, сейчас и наблюдается стагнация, потому что люди не понимают и боятся, и прежде всего, конечно, их расстраивает отсутствие возможности в новогоднюю ночь. И не знают, чем заняться в Новый год, в новогоднюю ночь. Поэтому, конечно, кэшбэк с точки зрения Петербурга, цифры у меня, конечно, еще нет, да, еще рано об этом говорить. Но могло бы быть и лучше, да, если бы не объективные обстоятельства. Ну, которые, на самом деле, та же самая новогодняя ночь и отмененные мероприятия, именно в оффлайн-режиме, в новогоднюю ночь, это, увы и ах, именно реальность такая повсеместная. Не только в Петербурге были вынуждены принять столь жесткие меры и столь кардинальные решения. Я знаю, что и в других регионах России предприняты аналогичные действия. Мария Александровна, вот перед тем, как уйти на рекламу, еще мне подсказывают вопросы от телезрителей, или кто заинтересовался как раз кэшбэками, но уже от петербуржцев. А можно еще ли воспользоваться этой программой, где-то по направлению российскому, соответственно, на новогодние праздники действуют еще или нет, и где, как, истать, может быть, какие-то практические советы? Да, можно сесть еще в последний, вбежать в последний вагон, да, то есть правило этого кэшбэка, что до 5 декабря включительно, до 23-59 минут, 5-го числа, субботы, можно осуществить покупку тура, оплатив ее картой МИР на сайте партнеров, которые указаны на сайте МИР путешествия, да, и, в общем, собственно говоря, очень много операторов входят в эту программу, и, соответственно, данная программа распространяется на все поездки до 10 января включительно, то есть до 5 декабря нужно успеть выбрать и оплатить, а поездка должна завершиться в 23-59, 10 января 2021 года, поэтому, пожалуйста, есть такая возможность. Еще пять дней в запасе есть для того, чтобы найти соответствующий подходящий пакет, да, соответствующее направление, и самое главное убедиться, что вот эта программа кэшбэка именно действует на том направлении и на том пакете, который вы выбрали. Сейчас, уважаемые эксперты, уважаемые гости, сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после чего продолжим разговор. В прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». Сегодня говорим о состоянии туристической отрасли в период пандемии. Петербург, напомню, в очередной раз получил международную премию World Travel Awards 2020 в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Живет или выживает туристическая индустрия в новой реальности? Обсуждаем с нашими экспертами, а также с вами, уважаемые зрители. Есть у нас телефонный звонок, предлагаю его послушать. Здравствуйте, вы в эфире. Меня зовут Галина Алексеевна, житель блокадного Ленинграда. Здравствуйте, Галина Алексеевна, слушаем ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть и программы для пожилого контингента туристов по Санкт-Петербургу и городу Москве. Я в этом году хотела поехать на экскурсию в Санкт-Петербург, то есть в Москву, но очень ограничено все из-за пандемии. Вот такая программа «Проезд сам-сан, гостиницы, музеи». Мы, люди пожилые, не можем бегать по Москве, понимаете, как молодежь. Вот есть и такие у нас программы. Проезд, гостиница, музеи. Особенно Кремль большой. Спасибо, Галина Алексеевна, за вопросы, за любопытство не только к нашему эфиру, но и, самое главное, к этой жизни, к этому миру. Давайте этот вопрос, собственно, переадресуем, Сергей Евгеньевич, вам. Есть ли подобные проекты вообще для людей старше 60, для пенсионеров, тем более для ветеранов и блокадников, какие-то проекты? Понятно, что сейчас у нас непростое время, но, тем не менее, может быть, на перспективу. Ну, действительно, сейчас, как вы понимаете, одна из самых непростых ситуаций с путешествиями для людей старшего возраста, потому что это зона риска. И сегодня мы знаем ограничения, которые действуют в Москве. Вопрос был, прежде всего, про Москву, ну и в Санкт-Петербурге, и вообще во всем мире. Как раз осторожность, прежде всего, в организации путешествий для людей старшего возраста по понятным, опять же, причинам. Но ограничения, будем надеяться, да, рано или поздно все-таки будут сняты. В целом и в Москве, и в Санкт-Петербурге такие программы есть. Есть и социальные предложения, да, которые разрабатываются правительством Москвы, насколько я знаю, да, и целый ряд экскурсий и программ и для ветеранов, и для лиц старшего возраста в Москве есть. Они размещены, там информация о них. Целый ряд московских турфирм это делают, Мост-Тур-Пу он называется, да. А какие-то, может быть, совместные именно между Петербургом и Москвой проекты? Или как раз из Петербурга туристические пакеты для пожилых людей? Я не знаю, с какими-то, наверное, очевидно, скидками или льготами? Они обязательно будут, я уже говорил, с большим количеством туристских фирм, Москвы и Санкт-Петербурга, мы это обсуждаем. Они не то чтобы с льготами, да, они просто специально разработаны для лиц старшего возраста, это программы, связанные с основными туристскими достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга. Информацию о них мы отдельно будем размещать на всех наших информационных ресурсах в тот момент, когда пандемия позволит нам возвращаться к путешествиям в этой уязвимой категории людей, которыми надо, конечно, сейчас осторожно. Тут хочется сказать в таком случае следите за новостями. Ну и в продолжение разговора, да, предлагаю послушать еще одно мнение, мнение отельера, руководителя Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья по северо-западному федеральному округу Алены Яновой. Она рассказала нашему телеканалу, удалось ли небольшим гостиницам и мини-отелям удержаться на плаву в новой реальности. В пандемийное время поднимать ценники – это проигрышная ситуация, потому что в первую очередь нужно было удержать, в принципе, оборотку и удержать загрузку, но и вторую – удержать гостей, что очень важно, потому что привлечь новых ты не можешь, потому что город пустой, хотя бы удерживаем старых. Те, кто работали посуточно, традиционно, стали переходить в долгосрочное проживание и превращаться вот в такие вот изоляционные форматы. Даже многие отели, 2, 3, 4, даже 5 звезд предлагали проживание в долгосрочной перспективе, то есть можно приехать на месяц с определенную фиксированную цену и, например, переждать пандемию либо отделиться от родственников на какой-то период. То, что я могу сказать со своей колокольни, как руководителя по Северо-Западу Лигы малых отелей, хостелов, тружия – это только то, что мне говорят мои коллеги. А примерно каждый первый-второй закрыл, например, на 30% своих объектов. Конечно, большинство закрылось маленьких, то есть, например, как раз-то самые маленькие отели, самые маленькие хостелы, они стали неликвидом. Итак, мини-отели, небольшие гостиницы или вынуждены были закрыться, или, по крайней мере, сократить свои сети, если это была сеть. Ну и, в общем-то, причины мы уже в первой части так или иначе озвучили. В том числе это отсутствие и детского туризма, как раз спортивных каких-то мероприятий, то есть той публики, той аудитории, которая обычно там размещалась. Ну вот здесь, Сергей Евгеньевич, сразу возникает вопрос. Ну, все-таки в следующем году мы рассчитываем на возвращение тех же самых крупных спортивных мероприятий, детского туризма. Не останется ли Петербург без доступных средств размещения для этой категории туристов? Так вот, знаете, абсолютно правильный вопрос. Какая главная задача для туристской индустрии, индустрии гостевизмства сейчас? Она очень простая на самом деле. Пандемия, к сожалению, с нами. Наша общая задача для всего туристского Санкт-Петербурга была, есть и будет не остановиться. Вот мы потеряли больше 90% иностранного туристского потока. Мы могли бы потерять и российские. Действительно, и гостиницы, и турфирмы Санкт-Петербурга демонстрируют очень креативный подход, и профессиональный, в том, что постоянно какие-то новые предложения разрабатываются, поддерживаются наши разработки, участвуют в программе кэшбэка федерального агентства по туризму. Потому что сохранение, пускай 20-30% загрузки, у кого-то меньше, у кого-то больше, позволяет не потерять свой кадровый ресурс совсем, позволяет не остановиться. Потому что потом начать работу заново, конечно, теоретически возможно, но это долго, дорого, тяжело. И для гостеприимного Санкт-Петербурга, который формировался десятилетия и последние 20 лет в современном качестве индустрии, последние годы в высоком качестве мирового класса, вот это самая главная задача, чтобы этого не произошло. Поэтому все мы делаем все возможное, чтобы оборот сохранялся на каком-то уровне, который нам позволяет ситуация, чтобы туристская индустрия Санкт-Петербурга показала, что она работает, не выпала из информационного поля, чтобы не забыли люди о том, что мы готовы принимать туристов, что мы гостеприимный, безопасный, очень комфортный город, чтобы пройти между этими угрозами пандемии и экономической остановки всей туристской индустрии, ну хотя бы с минимальными потерями. Сейчас говорить о восстановлении мы сможем только сохранив наш сегодняшний ресурсный потенциал, вот эту высокую планку, которая подтверждена международными признаниями. Вот хочется надеяться как раз, что в том числе и большой опыт, и высокий профессионализм сферы гостеприимства, и в целом туриндустрии, который есть, и которым гордится наш город, он позволит проявить такую своего рода гибкость, мобильность в этих непростых обстоятельствах, и на самом деле удержаться на плаву всеми возможными способами. Мария Александровна, вновь хочу подключить к беседе. Вот все-таки мы уже начали в первой половине программы, опять же, говорить относительно того, что выбирают петербуржцы, что касается направлений, которые выбирают жители нашего города, по крайней мере, на те же новогодние праздники, потому что ровно месяц до каникул остался, насколько сейчас это востребовано. Или все-таки петербуржцы предпочитают оставаться дома из-за непростой эпидемической ситуации? Ну, желание путешествовать все равно осталось, естественно. Если мы говорим о внутрироссийских направлениях, то, конечно, выбирают и Сочи, пользуются большим спросом, все-таки в тепло хочется. Пользуются спросом горнолыжные курорты, и действительно все горнолыжные курорты, включая и Архиз, и Шерегеш, и Красную Поляну, все уже продано, место очень сложно найти, потому что нет альтернатив, да, ну, соответственно, любители такой природных направлений природы, то, с точки зрения организованной, едут и в том числе и на Алтай, и на Байкал зимний, и выбирают Адыгея, то есть выбор широкий. Ну, естественно, поскольку все-таки открываются потихонечку границы, есть и те, кто выбирает и Эмираты, и Мальдивы, то есть тут уже, конечно, безусловно, это не тот спрос, который был раньше. Вопрос до возможностей, в том числе финансовых, ну и, конечно, уверенности в своем здоровье и в безопасности того направления, которое выбираете. И в завершении беседы, и вновь Сергей Евгеньевич, хочу подключить к беседе относительно того, что есть у нас сегодня в городе не в сезон, и для туристов, и как раз для тех петербуржцев, кто по тем или иным причинам сейчас и в декабре, и в январе остается в Петербурге. Может быть, состоятся какие-то мероприятия, ну, конечно, с учетом и эпидемической обстановки, и необходимости соблюдения всех мер безопасности. На самом деле не так и мало, потому что даже в пандемию мы продолжаем организовывать и наше городское туристское офицерское бюро Санкт-Петербурга, и туристские организации, и обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, и уличные экскурсии мы вот разрабатываем и предлагаем всем туристские маршруты, то, что мы называем новой туристской географией Санкт-Петербурга, это новые креативные пространства, это те арт-объекты и арт-события небольшие, ограниченные, которые проходят в городе. И вот тут появилась такая световая инсталляция, связанная с Федором Михайловичем Достоевским, там юбилей которого в следующем году мы будем отмечать. То есть какой-то общий событийный ряд, и вот утвердили правительством Санкт-Петербурга план новогодних мероприятий, будет с ограничениями работать рождественская ярмарка в городе, в общественных пространствах уже открылись какие-то, опять же, к сожалению, с ограничениями, но такая вот сегодня реальность. В общем, мы эту информацию сдаем, и средства массовой информации размещаем на наших ресурсах, то есть город покрашается, город готовится к Новому году. И самое главное, то, о чем мы сегодня неоднократно говорили, город продолжает жить и культурной жизнью, и событийной жизнью, это, мне кажется, очень и очень важно. В прямом эфире программа «Петербург против коронавируса». В завершении эфира несколько важных телефонов по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. В городе работает единая региональная информационно-справочная служба «122». За минувшие сутки было обработано 1256 вызовов. Напомню, что звонок бесплатный, как с астационарных, так и с мобильных телефонов. Номер сейчас на ваших экранах. И еще один важный номер, в особенности для тех, кто входит в группу риска из-за коронавируса, кому не рекомендовано лишний раз выходить из дома, лиц с ограничением по здоровью, пожилых людей. Для вас в Петербурге работает волонтерская служба «Мы вместе». По телефону 8 800 234 11 можно обратиться за помощью в доставке необходимых продуктов питания и лекарств. С 5 октября на портале «Мы вместе» зарегистрировались 1026 петербургских волонтеров. За сутки поступило 20 заявок. Ну что ж, вы смотрели программу «Петербург против коронавируса» на связи со студией. Все это время были председатели комитета по развитию туризма Сергей Корнеев и руководитель комиссии по выездному туризму Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии, руководитель компании-туроператора Мария Ушакова. Уважаемые эксперты, я благодарю вас за уделенное время, за ваши ответы. Завтра будем говорить о том, как живет детский спорт в условиях пандемии. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю о необходимости носить маску в общественных местах. Не забывайте менять маску каждые 2-3 часа и используйте одноразовую маску. Только один раз не используйте ее повторно. В суде была Ирина Степанова. Берегите себя.